Ну, все говорят, и я так, в общем-то, склоняюсь, наверное, к этому же мнению. Пока мы зависим от нефти, я уже говорил на это еще раз, я так думаю, что все будет, если баррель будет стоить какая-то, сумма будет держаться в районе вот этих 50-40 даже, в конце концов, я так думаю. Но мы не пропадем, не утоним, это ясно. Но я бы не привязывал просто нашу экономику к доллару. К сожалению, мы настолько привязались к доллару и евро, что хотя бы в массе своей, когда было более стабилизировано, и когда еще года два назад все-таки там гулял этот доллар, ну, я понимаю, что артисты там, кто-то люди более, скажем, какого-то такого капитального, другого труда, скажем, какие-то предприниматели, они, конечно, связаны были с этим. А вот я думаю, что основная масса людей получала зарплаты, я думаю, больше о рублях. У них не было столько сбережений, чтобы скупать этот доллар. Они все жили и ориентировались всегда на рубль. Большинство людей настолько стабилизовалась все-таки ситуация с рублем в свое время. Пусть, когда он там гулял 30, там 26, там сколько-то было, да? Ну, и кризис восьмого года там что-то было. Ну, как-то это было, тогда не почувствовали. Сегодня просто тут все так легли карты, что все сложилось в какой-то ситуации и с войной связанной, вот с этим непонятным кризисом с Украиной, понимаете? Все вот это вот. Потом, что творится еще в мире, мы еще только смотрим здесь, под нос. А если смотреть там, что творится на Дальнем Востоке, там тоже какая-то своя игра идет. Американцы вмешиваются везде. Я понимаю, что они якобы свободны. Это одна из самых, при всем моем, может быть, какой-то любви к американскому прогрессу, я считаю, что американцы себя очень красно ведут иногда по отношению к другим странам. Они вносят вечную семятость, они везде пытаются развязать какие-то непонятные свои мнения и погасить многие страны. Сколько войн происходит именно там, где американское оружие, например, или американское влияние есть. И, к сожалению, вот это происходит страшно. Что касается наших денег, я бы постарался абстрагироваться вообще все-таки от этих евро и попытаться, опять же, экономически. Евро, понимаете, разрешили сделать то, что может быть... Я бы даже ограничил бы хождение евро, вот мое мнение. Вот там, где, допустим, есть связи с западными странами, там работает евро. Вот та же нефть. Давайте в копилку откладывать. И, допустим, хождение евро в таком количестве, как оно сейчас у нас. Мы не можем ориентироваться. Смотрите, сейчас уже поговорили, что китайская валюта может быть международной. Это говорит о чем? О подъеме их экономики. Мы только экономически будем значимы для всех. Американцы будут бояться. Вот мы начали наращивать опять военный потенциал, пытаемся что-то менять, да? Потому что армию вообще забросили в свое время, забросили. Вот я служил в армии, было все вроде бы хорошо. Мы могли хаять, там смеяться над нашей армией, но она была действительно все-таки монолитной, мощной, серьезной. И вот это страшно, что мы начали поднимать, и мы должны во всех сферах подняться. Зачем нам огурцы выращивать в Китае? Или чтобы приезжали китайские рабочие и работали огурцы? Ребята, сами давайте все делать. Давайте поменяем ментальность. Почему цены поднялись сегодня все? Почему капуста стала стоить в три раза дороже, чем она стоила год назад? При чем тут доллар вообще, не понимаю? При чем тут доллар или евро? И все сейчас ориентируются на это. Понимаете, психологически люди поднимают эти цены так, с бухты-барахты. Понимаете? На кашу, на это, на элементарные вещи, которые здесь можно все делать без доллара. Доллары, я понимаю, где-то отстали машины, квартиры какие-то. И то это все фигня. Может, квартиры мы за рубли также можем строить? Тут надо все просто умело сделать. Надо просто потихонечку от этого как-то избавиться. Продолжение следует...